До сегодняшнего дня у нас был бизнес, потому что сегодня я уже всем заявил, что все, я работать больше не собираюсь и не хочу. Я буду полностью теперь служить Богу, я не хочу ничего делать. Я знаю, что Господь нас благословит. Благословлю благовествующим. То есть каждый будет жить от благоествования своего, то есть проповедники, евангелисты. То есть Бог, Он всемогущий, Он творец этого мира. То есть разве Он не в силах нас благословить материально? Почему мы должны отвлекаться от Него ради того, чтобы заработать себе денег? Бог творец, Он нам даст. Есть те люди, которые должны работать. Кто-то должен работать, кто-то должен работать лично на Бога. И вчера он буквально вечером шел с женой, и я чувствую, меня Господь говорит, что Он берет меня на работу. Знаете, как будто вот внутри такое чувство, что я Марине говорю, я говорю, Бог меня взял на работу. Я говорю, Марина, ну это произошло уже давно, наверное, в тот день, когда я это все пережил. Но сейчас как-то оно так отчетливо. Но до этого жили как бы своими достатками. Как бы и работа была хорошая. Вот у нас договор со Сбербанком. У нас там, мы там занимаемся, ну так, не кредитами, не какой-то там, это и с пенсионным фондом. Может, знаете, не государственное пенсионное страхование. То есть занимались, а вот сейчас решили все полностью это прекратить. Сейчас у нас будет выплат 1 мая. Конечно, да, эти дела лучше оставить. Вообще, дело, которое плодов-то не приносит таких существенников, оно, как раз, не от Бога. Это все вот банковские дела, там какие-то вот кредитные дела, это все вот такие, они ненужные. Вот на самом деле я увидел одну очень мощную, как бы, суть именно в Божьем пути. Вот люди работают ради того, чтобы реально стать кем-то в глазах других людей. Найти себе нормальных друзей, ну, якобы там друзей. И в итоге все это делается за деньги. А когда мы это делаем бескорыстно, то есть сейчас у меня появилось очень много друзей. Реально по всему миру. И друзей настоящих. То есть люди реально, как вы, тоже предлагают помощь. И я понимаю, что это бескорыстно. То есть я понимаю, что я им ничего не буду должен. Я понимаю, что я должен лично Господу Богу всю жизнь. И приглашают там в разные страны мира. То есть поселят у себя дома. И то есть вот такие моменты, оно настолько приятно, настолько не хочется это все менять ни на что. Ни на какую вообще мирскую вот эту вот определенность социальную, там какой-то уровень, стабильность какая-то материальная. Вот куда стабильность, стабильность, когда твое сердце стабильно идет к Богу. Вообще в моей голове отсутствует этот мир. Чем больше Бог в нашу жизнь приходит, тем меньше мира этого становится. И он теряет значение. Единственное в этом мире значение имеют люди. Потому что ты жалко, и вот реально больно за них. Потому что не только мне за них больно, Богу за них больно. Не знаю, почему все именно так. Почему люди здесь, Бог должен за них страдать. Это и есть. И с этим нужно нам что-то делать. И надо как-то, да, сделать так, чтобы была максимально польза принесена от нашей жизни. Я знаю, чем больше будет пользы, тем меньше будет возможности нашей преждевременной смерти. Некоторые думают, да, что мы молодые, там, якобы хороним себя заживо, да, что надо бабушками сначала с дедушками стать, а потом к Богу глядя. Они не знают, насколько это благословенная жизнь. Просто уникальное благословение. Она настолько счастливая жизнь. Прежде всего, вокруг тебя куча любви. Причем бескорыстной, абсолютно чистой и настоящей. И она к тебе стекается со всего мира. Причем даже с людьми некоторыми, я их никогда даже по скайпу не видел. Но зато я от них получаю такие письма, такие реальные любовь. То есть мы с ними настолько близко. Я с женой в таких сейчас отношениях, я не знаю. Я пишу, кому хочу, я тебя люблю. И меня жена не ревнует. Потому что она знает, что я реально люблю людей. И люблю ее. И у нас любовь растет между нами и между всеми. Такой ком, вот этот огромный ком любви бескорыстной. Причем он настолько чистый. Они все становятся реально братьями и сестрами. Что когда к этим людям, если вдруг придется, я знаю, обратиться, сказать, ребята, вот мне тяжело стало. Но я надеюсь такого. Но я знаю, если произойдет, они реально помогут. И причем помогут не так, что там, ой, где-то надо что-то. А помогут прям с радостью, прям подумают, ну, наконец-то вот можно помочь. И с моей стороны точно так же, если ко мне кто-то обратился. То есть настоящие отношения. Такого просто в жизни нет. Потому что каждый человек в силу своего сердца начинает сомневаться в других. А сомневаясь в других, сомневаешься в себе. И ты и посеешь сомнения по отношению к себе. И вот вся жизнь таких сомнений. Все сомневаются, не подлый ли ты, не негодяй ли ты. С какой целью ты это делаешь, как все большинство, ну, в этом, в мирском плане спрашивают. А когда общаются христиане, настоящие отношения, то нет вообще вопроса, с какой целью. А одна цель у нас. У нас одна цель. И так хочется это подарить людям, так хочется показать людям, вы так не понимаете, насколько вы глупы. Вы за эту зарплату, за эти 10 тысяч, за 15, для некоторых, они за эти деньги готовы растерзать свое последнее духовное в сердце своем. А Бог там, дворец мира, Он может дать все. Помимо еще того, что Он может дать денег, Он может дать, самое главное, Он даст любовь, настоящее отношение. Деньги и так придут, Бог сотворил мир, Он тебе даст этих денег, ты проснешься, утром у тебя пачкает денег в кармане. И не будешь знать всю жизнь, откуда она появилась. Просто нужна ли она тебе? Вот сейчас, общаясь с большинством людей, они, ну, многие неверующие, они что сначала хотят? Они говорят, даже недавно слова-таки, вот такую правду слышал, не помню, кто сказал. Но вот для меня опыт важнее, нежели миллион мудрствующих. То есть, если вот один человек имеет опыт конкретный, я лучше с ним пообщаюсь, чем те, кто мудрствует. Я начинаю полностью сейчас особый путь, интересный, очень такой духовный, Господь просто меня уже реально прям не то, что быковыривает. То есть, я, можно сказать, проповедую среди верующих. Разве это нормально? Это нормально, но это не то, что на сегодняшний день необходимо. На сегодняшний день нуждающихся гораздо больше, нежели они в церкви. То есть, и сейчас, то есть, мой опыт, он как бы такой интересный, он многим интересен. То есть, он интересен верующим и неверующим, и даже сатанистами, я не знаю, там, всем подряд. То есть, интересно, а что же там, а пообщаться? А там и звонков очень много, и с людьми общаемся постоянно, то есть, там, чуть ли не все время. И здесь мне сейчас хочется, то есть, у меня есть мощная проповедь, мощные откровения, которые мне Господь дал в последнее время, они даже сильнее того, что я пережил. То есть, сейчас я понимаю, то, что мне сейчас Господь дает, все, что я сейчас знаю, это больше, чем то, что я пережил. То есть, это значит, особый этап. То есть, у меня сердце уже, я не знаю, я не могу работать, я не могу спать. Я просыпаюсь ночью, и мне плохо от того, что я понимаю, что если я сегодня умру, то я буду реально, я буду перед каким-то особым ответом. Я понимаю, ну, я уже, даже железная ремаринга, представь, если бы тебе не было у меня, я думаю, она единственная моя ответственность. Потому что она сейчас беременна, да, у нас ребенок скоро, и я понимаю, что нам вроде что-то можно, а тут понял одно, что сейчас для меня самый особый момент в жизни, что доверие Богу. Это не так стабильно по материальному плану, да, как хотелось бы, но сейчас надо довериться Богу, именно сегодня, именно сейчас, когда вот так вроде все опасно. Когда вот ребенок, вроде, там, жена, когда, мы все продали, и квартиры, там, и машины, и вообще, ну, в общем, все попродавали, не могу сказать ничего нет, там денег немножко есть, но их хватит. То есть, и бизнес делает, ну, хочется просто все забыть, потому что я знаю, что мой Бог, наш Бог, он силен, он всемогущий, он даст все в этом мире, что только можно. То есть, ну, на сегодняшний день, я не знаю, знаете, у меня это как бы не гордыня, не какое-то самое, не знаю, у меня нет этого чувства внутри вообще, да, у меня есть наоборот. Иногда, когда кто-то говорит, там, что-то сажут, там, на тебе что-то особое, мне как-то очень неудобно, мне не хочется даже как-то, даже об этом, даже на этот вопрос как-то отреагировать мне не хочется, потому что, ну, как-то мне очень неприятно, ну, в мирском плане неприятно. В духовном я просто не научился на это реагировать. Ну, вот какая у меня цель. Хочу сейчас выбрать город какой-нибудь побольше, арендовать зал побольше и просто, как говорится, забомбить информацией город, сделать листовки в каждый почтовый ящик в полной информации, то есть ссылками на сайты, ссылками на все, на везде, о том, что вот будет проходить проповедь, будет проходить там молитва, не знаю, там, исцеление или еще чего-либо. Ну, вообще, исцеление сердца и души, скорее всего, то есть, ну, вот это я еще не прогнул до конца, но именно мне хочется вот сейчас взять большой город, то есть большой город, где, хотя бы живет, ну, порядка 1500 человек. Мне недавно, вот я вот тоже Господа спрашиваю, говорю, Господи, вот, вот как быть с православием? Мне Господь открыл такую картину очень мощную, которая вот меня на сегодняшний день ведет и как бы является основой моей. Бог мне показал, что, что такое православная церковь, это, вот он мне показывает, да, вот, как она строилась. Допустим, говорит, посмотри на все деревни, которые вокруг. Вот деревня, самая маленькая захудалая деревенка, а в ней церковь стоит просто такой, если сравнить его с каким-нибудь домом, то оно минимум стоит на сегодняшний день, по себестоимости, миллион долларов, это 100%. Это такое строение просто, стоящее огромное денег. И говорит, ну, так Господь мне вот это все показывает, и я, ну, я слышу это все, ну, там, как бы вот так. И Господь говорит, что, как бы, эти люди, ты думаешь, у них были эти деньги, или они были слишком обеспечены? Или почему они, почему эти церкви вообще строились? Или их было гораздо больше на этом участке, чем сейчас там, ну, сейчас там живет 100 человек, ну, было их 300. А как построить тремя стами человеками церковь за миллион долларов в деревне, где вообще денег-то нету никаких. То есть Господь показал, что люди отдавали, когда строили эти церкви, не и десятины, а отдавали 90% своих денег. Для того, чтобы построить единый храм Божий, который будет построен на веках, в котором будут объединены внуки, правнуки, в котором они будут все единой семьей. Вот это место, где все становятся единой семьей. Это место, где все общаются, где все любят друг друга, где все не только приходят поклониться Богу, а укрепить друг друга в вере в Бога. Сейчас в бизнесе происходит не катастрофа вообще, у людей есть деньги, они не знают, что делать, ну, рушится, у всех рушится бизнес, реально рушится. Потому что организуются эти монополии. Я всегда говорю, занимайте, а люди боятся, понимаешь, опять я говорю, занимайте месторсельском хозяйстве. Ну, люди боятся, как Большук правильно говорил, а сейчас санкции отменят, вернется рынок назад. Ну, реально боящимся, Бог с боящимся, это дело-то не имеет, что же бояться там. А он как раз сейчас, это время, ты знаешь, как время 90-х, вот когда было время передела, когда люди вырывали, выхватывали вот такие заводы, фабрики. То же самое и сейчас, надо занимать места вот в сельском хозяйстве. Кстати, вот насчет сельского хозяйства. У меня еще парень приехал, он занимался фандрайзингом, да, вот, ну, когда-то там, именно в детские дома, там, при привлечении каких-то, средств. И вот он говорит, в принципе, если открыть свинарники большие, хорошие, то мы, как община, мы можем без проблем договориться с крупными торговыми сетями, типа Магнит, Пятерочка, чтобы они нам просрочку всю отдавали. Причем они будут с радостью это делать, видя, что мы не какие-то бизнесмены, а мы реально, то есть люди, которые стараются на благо общества, то есть православно-христианская община. А когда ты видишь, вот он рассказывал, как они Магнит-магазин тот же, они фурами привозили им колбасы, салями, там, все подряд. Ну, немножко просроченный, там, день, два, три, но уже отдают, они же на прилавку это уже не выставят. Не откажут эти крупные сети, но не откажут, потому что у нас боги намерены. И да, оно видно просто, будет по нам видно, что мы не бизнесмены никакие, мы вкладываем все, опять же, внутрь самой системы, не экономической, а именно духовной. И бог видел, главное, мое сердце, то есть мне они не нужны, эти деньги. Вот реально, Сергей, скажу, если бы мне нужны были деньги, у меня в бизнесе всегда хорошо получается. То есть уже бы давно увлекся бы, просто я знаю, что такое бизнес. Если ты им увлекешься, то им надо заниматься. То есть, а если ты им будешь заниматься, то значит уже богом очень сложно будет заниматься. С православием, вот сейчас общаешься со священниками, если мне, почему ты говоришь, да что, мы-то никого не призываем. Значит, такой монотонный стиль. А хочется спросить, а почему вы никого не призываете? Почему вы не призываете? Мы не навязываемся никому. А почему вы не навязываетесь? Вот вы ничего и не имеете. Да. У нас еще батюшка такой в этом храме пришли, говорим, батюшка, ну вот здесь вот хочется вот так. Здесь хотелось бы на русском. Я говорю, люди стоят, ничего не понимают. А вот здесь хотелось бы так. Хотелось бы попробовать. Он, причем батюшку Бог еще дал какого-то необыкновенного. Он говорит, ребята, давайте делать. Делайте. Я тоже так хочу. И я хочу. Да, вот в Польше на польском языке, в Украине на украинском. А у нас на старославянском, который не понимает. Давайте делаем. Езжайте к митрополиту, пускай дает разрешение. Говорит, на Новый Завет читать на русском дали, а вот на полное служение на русском. Так что давайте, вперед. А это можно. А утром приходим, батюшка, а что колокола, кто будет там? Он говорит, ну поднимайтесь, да звоните. А как звонить? Да как хотите, бейте, да бейте. Ему говоришь, батюшка, а что вы не проповедуете, не ходите по деревне? Уже давно бы с каждым домом стучали. Он говорит, а зачем я это буду делать? Они вам на похороны целая деревня стоит в храме на отпевании. А в будний день никого нет. Он говорит, пускай потихонечку вот так и идут, как идут, через могилку. Надо точно знать. Тем более после того, как пришел к Богу, я как-то очень дерзко требовал. Точно надо знать. То есть прям требовал точного понимания того, что надо это или не надо. Потому что я не хочу делать глупости. Я знаю, сколько у меня сил, я знаю, за что я готов отдать свою жизнь, за кого я готов отдать свою жизнь. Но я не готов делать шаги неправильные. То есть зачем, когда у нас слишком много... Я могу просто идти, как некоторые люди говорят, выходишь ли ты на улицу проповедовать. Я могу взять, пойти, меня рукоположат, там какой-нибудь дьякон или даже священником буду. Где-нибудь в храме себе станут и буду себе священником. Или пойду по улицам проповедовать всю жизнь. Но я знаю, что это не будет так продуктивно, как то, к чему мы сегодня идем. То есть ну буду я проповедовать, ну буду я по домам стучать. Но я и сегодня через интернет стучу. Но люди все равно, когда они все пропадают. Потому что я же не могу всех в себе, в семью взять. И в итоге я понял, что могу я взять в себе, в семью. То есть потому что у нас отец один, у нас Господь, и мы можем быть семьей, жить на территории на одной. Как-то держаться вместе и укрепляться друг с другом. Только вот это одно спасение. Другого нет. То есть я же пытался, я старался, я думал, что я буду проповедовать, у меня будет миллионы роликов, я добьюсь там миллиона подписчиков. А потом, когда начались эти письма, что человек посмотрел и падает, а я понял, что уровень, вот слово, которое Бог мне дал изначально, этот уровень, он постоянный. Он не будет настолько выше уже, что я прям перепрыгну с себя, и люди, которые посмотрят ролик, они прям спасутся. Нет, никогда не будет. То есть этот уровень будет оставаться уровнем искренности. То есть уровень просто настоящести. Не какой-то там наученности, начитанности, а вот как есть, и все. И понял, что так тоже дело не пойдет. Я не хочу такие письма получать. Потому что чем дальше я иду, тем больше писем. А самое страшное, получать письма, после хороших писем, получать письмо, что кто-то умер. Или убил себя. Или просто запил настолько, что уже встать не может. А я же не могу всех алкоголиков собрать, и всех наркоманов, которые снова начали колоться. А больные. Я же понимаю, что я должен это делать. Я видел видение такое давным-давно, после пережитого, буквально через дней пять, когда у меня рука еще была в швах. Я видел автобусную остановку, и за эту остановку куча людей идут. А я видел там огненная гиена, то есть там яма, и люди все туда падают. Но настолько все привыкли за эту автобусную остановку идти, и я встал вроде, и говорю, люди, не надо туда идти, там ад. А все так глядя на меня, улыбаясь, просто думая, что я дурачок, шли, падали туда. Все летят, летят, летят. А я же понимаю, что это не просто люди, которые туда летят. Я понимаю, что это люди, за которых Господь, мой Бог, Он плачет за них точно так же, как и за меня. Ты не читал рассказ о расторжении брака? Нет. Вот почитай, там вот об этой остановке пишет он. Да. Сейчас у меня еще есть одна рубрика, сейчас будет где-то через недельку уже духовно-политический момент. Хочу я поговорить с людьми обо всем, именно о том, что происходит, о том, что необходимо от каждого. Потому что страна идет на дно, мы все катимся в никуда. Хочу еще в этих моментах так очень тонко поговорить. Главное не удерживать руку Божию, карающую, понимаешь? А призыв к покаянию и к молитве, чтобы народ не на революцию выходил, а на покаяние и на молитву. Основа это все-таки, что наше государство, Россия, она построена на Христе, она получила свое величие на Христе, и она живет только благодаря Христу. И то, что последние сто лет мы от Христа отвернулись, вот и все последствия. Поэтому нам, чтобы вернуть свое, даже не величие, а духовную какую-то твердь, любовь между гражданами в своем народе, нам нужно вернуться к истокам, к истинному христианству. То есть к твердому, может даже жесткому, но к христианству именно православному. Потому что по-другому сегодня никак. То есть нашу страну сейчас разорвут. В ближайшие несколько лет ее порвут, если мы не поднимемся. Просто этот момент сегодня очень актуален. Сейчас, в скором времени, уже очень сильно революционное вот это настроение внутри. То есть всякая оппозиция, я не знаю, как эту оппозицию назвать, но это все жидовская оппозиция, которая создается для того, чтобы, сменив власть, порвать Россию уже на оставшиеся куски. Сегодня нет оппозиции, которая бы реально стремилась бы к Богу, реально стремилась бы возобновить истинную Русь, Россию, дать людям возможность служить Богу. То есть у нас этого сегодня нет ни одной оппозиции. Все, что создано, все структуры, которые есть, они все созданы для того, чтобы уничтожить власти, прийти к власти и дальше убивать народ. По поводу оппозиции тоже, в этом деле главное, чтобы не идти в разрез со власти, потому что у нас есть прямая заповедь, чтобы мы молились о царях и начальствующих. У меня сегодня позиция, да, правильно ты говоришь, у меня сегодня позиция, она немножечко даже может быть уникальна в плане оппозиции. Потому что я выступаю только за власть, и мы будем выступать против оппозиции. Главное, вот смотри, вот эти вот сейчас тоже, как же его молодой, вот этот парень из-за Абхазии, ну, как его фамилия, с кирпичами все ходит. Интео, да, посмотри, все, затолкал, он, видишь, он от лица вроде православия, все, а посмотри, а у него изначальная позиция не та, а жесточение, понимаешь, давайте бить там, громить все. То есть это вообще даже в риторике не должно присутствовать, вот каких-то революционных там складов. Вот опять же на своей волне. Да, ну, вот в чем мы делаем, чтобы все на своей волне, у всех своя волна. Ну, на этом нас и подлавливают, что мы, у нас единства нет абсолютно никакого. А потому что люди не видят, чем объединяться. Да, да. Дело в том, что они все за то, чтобы что-то поменялось. Вот мы с ним общаемся, он очень серьезный человек, он говорит, я, вот, говорит, пойми, все, вот, высшие там, генералы, все, кто есть, они все за то, чтобы что-то менялось. Он говорит, ситуация в том, что, вот, говорит, ну, мне телефон показывает, говорит, вот, видишь, здесь вот пять тысяч контактов. И все это контакты, это очень сильных, серьезных людей в России, это мега-специалисты своего уровня. И, то есть, это все люди, которые готовы что-то начать делать, но только тогда, когда хотя бы что-то начнется. То есть, они готовы быть там, где уже специалисты есть. То есть, они не готовы менять свой уровень, потому что они чего-то уже достигли в жизни, у них есть какая-то устроявшаяся там ячейка в обществе, и хорошие деньги зарабатывают. Но он говорит, говорит, я могу, в принципе, тебя поддержать материально за одну секунду и любыми деньгами. Но, говорит, вопрос в другом. Вопрос в том, что это очень чревато, если вдруг у вас что-то пойдет не так. То есть, он объясняет, что как только наберете силу, такую силу, в которой, как минимум, генералы будут вас воспринимать тоже специалистами в своей области, то тогда, говорит, любые возможности получите и пойдете вперед. Потому что, говорит, на сегодняшний день, ну как он мне говорит, мои же ребята приедут вам прикладами вас ломать, прикладами черепа вам ломать. То есть, говорит, потому что сегодня еще рано, говорит, сегодня еще слабая структура. Причем, тут не будет войны, потому что православные воевать не будут, мы воевать не собираемся. У нас много просто, мы сила, мы масса, мы масса негодующих людей против даже не президента. Потому что, причем тут президент? Стань любой президентом и посмотришь, вокруг тебя куча собак, которых ты никуда не денешь. Правильно Путин говорит? Ну а что я сделаю? А с кем я останусь? Ну с кем? Ну что, один буду сидеть всеми регионами управлять? Ну сложно, мы потихонечку стараемся. Но это сложно. Законы уже сточить не может, потому что он там не один. Ну, последствия большие. Так женой уже пришлось официально развестись, детей по всему миру раскидать. У него даже семьи нет, никто не знает, где он живет вообще. Самый скрытный в мире президент. Большие проблемы, у него жизни-то нет, но он променял свою жизнь на это крест. По поводу того, что ты говоришь, опасность быть революционером, это правда, это большая опасность, потому что революционеры это первая кровь, которых убивают и потом из них делают героев. А как это делается? Убивается лидер какой-то, значит, его тесут на руках и собирают народ. Ну ничего, я думаю, на все более божие. Должно быть так, что ты делаешь только одно, ты хочешь помочь людям. Хочешь помочь людям, потому что сегодня в нашей стране самое тяжелое, это когда ты общаешься с людьми, а сердце их, оно вроде сейчас прикоснулось их что-то божье, а через неделю, через день все, человек опять упал. Потому что общество сегодняшнее, оно так создано, вся вот эта структура государственная, чтобы уничтожить все духовное в человеке. Поэтому я уверен, что сам Путин, он бы хотел бы, может быть, изменить все это. Изменить еще и даже, я не понимаю даже, почему аборты у нас до сих пор делают в стране, тоже вообще непонятно. Там одним ростчерком пера отменить все это дело. Но продолжается, продолжается, продолжается. Аборты, знаешь, как я тебе, вот у тебя и времени нету, я тебе рекомендую посмотреть, есть фильм такой, называется «Казус Кукотского». И вот там хорошо эта тема рассматривается, где на государственном уровне разрешены были аборты после войны. А почему? А потому что начинаются такие левые операции, то есть бабы, они все равно идут, делают аборты. Но уже как бы это происходит на таком уровне, ну непрофессиональном. Из-за этого много женщин погибает. Людям не то, что аборты, ну отменишь ты аборты, а ничего дальше. Они ожесточатся, те же женщины, ожесточение в сердцах. Людям в первую очередь надо Бога это поселять туда. Акцент хорошо поставить на соборную молитву. То есть вот почитай, допустим, как раньше люди молились, ну во все времена на Руси молились соборно. Люди просто этого не знают, что можно собраться и помолиться. Вот если на этом акцент поставить, ну показать путь решения вопроса, что Господь всесилен, и Он готов всегда нас выскочить. Главное, чтобы наша молитва была от сердца. И призвать людей просто к массовому, вот этому, вот призвать людей, люди, давайте выйдем, ну вот давайте соберемся и помолимся. Просто вот давайте вот шаг, хотя бы первый шаг, и мы увидим, что сделает Господь вот после этого шага нашего. Такого очень мало сегодня. Очень мало. И таких людей, как мы, их люди ищут все равно. Опять же, как бы это ни звучало. Ищут, чтобы хотя бы увидеть в наших глазах, что вот есть человек, который по-настоящему любит Бога и идет за ним. Потому что они видят в наших глазах настоящую любовь ко Христу. И вот через это можно совершить все, что угодно. Любую, ну я не хочу это слово революцию, да, потому что революция это кровь. А здесь не будет революции. Здесь будет восстановление порядка народного. То есть все, что угодно можно сделать вот через свою настоящую душу. Потому что люди в тебе увидят не жажду денег и власти, а увидят, что ты наоборот бы с радостью. Сидел бы в лесу, молился Богу. А тебе приходится выходить и делать что-то только для того, чтобы людям помочь. Мы сейчас решили как-то вот больше упор сделать. Сейчас сайт надо сделать, сейчас надо встречи организовать. Вот мы сейчас по плану себе поставили к 16 апреля. Организовать первую встречу в Липецке крупную. Аренда зала здесь 200 человек уже нашли. На 200 человек зал. Ну, думаю, небольшой зал, потому что в последний раз меня в Москву приглашали. Но там людей было так много, что даже места не было в этих коридорчиках в храме. Ну, а люди приходят, они смотрят, вот именно в Ютьюбе тебя видели, да? Да, да. То есть уже знают, да? Ну, да. Тем более те, кто не знают, те, кто меня приглашают, там батюшка, например, рассказал, немножко поделился, там еще кто-то. С людьми. И привлекает именно опыт такой, да? Ну, да, им это очень интересно. Хотя мне уже, если честно, хочется больше о другом рассказать. А им все, перескажи сначала то, а потом уже давай чуть-нибудь новенько. Ну, ничего, я привык. Я вот последний раз сейчас ездил, когда в Абхазию, тогда в Сочи, я тот случай пересказал раз в восемь, причем полностью. Ну, знаешь, одно, слава Богу, что в моей жизни раньше я даже не представлял, что я в жизни могу знать больше и настолько мощнее, чем то, что со мной было. Думаю, я что, герой одного сюжета, что ли? Ну, думаю, разве так не должно быть? И, знаешь, и как-то хотелось познать больше, познать что-то сильнее. Ну, думаю, это нереально. То, что я пережил, это все равно будет сильнее всего. А сейчас понимаю, что нет. Что тот случай, он был случай, и в том случае можно усомниться, можно что хочешь сказать, там, галлюцинация, сон, там, еще что-то там. Но в том, что я знаю сегодня, гораздо больше, чем тот случай, оно укрепит любое слово. В этом и проявляется рост духовный. Он рост вот этот, он же и предполагает сам в себе бесконечный свет, будь как сказал, будь его совершенно, как я совершен. А совершенство Божие вообще пределов не имеет. И как страшно, когда человек закрестеневает в себе, вот в самом. Насколько, вот, допустим, я смотрю, это, рассказывал ты за экстрасенсом, варящие темы там такие поднимал, да? Десятки тысяч посетителей, допустим, что людей интересует. Все, пошли духовные какие-то темы, вопросы, все, уже в разы меньше людей, понимаешь? Да, но все равно одно радует, брат. Вот у меня было, когда 30 всего видео, 30 видео, а уже было 15 тысяч подписчиков. Это, как бы, все равно был показатель такой. Для меня это показатель все равно, потому что я понимаю, что, в принципе, я ничего не говорю. Я же ничего там не готовлю, я не какой-то там ученый. Я просто сказал то, что в сердце, и все. Думаю, вот, как-то людям нравится. Вот, значит, причем я говорю не то, что нравится, не нравится, а то, что очень важно. То, что для меня важно, то, чем я живу. И когда вижу, что вот так оно откликается, вот, слава богу. Поэтому, вот сейчас как-то хочется побольше, конечно, снимать. Но сейчас попробую политический, духовно-политический момент вот обозревать. Сейчас попробую онлайн-трансляции делать. Смотри, брат, распечатал, когда ее. Ну, представляешь, сон приснился. Думаю, знаешь, когда мне сон снится, если бы мне там даже «Война и мир» приснилось все три тома прочитать, я бы их съел просто, взял бы и съел. А тут, представляешь, распечатаю дневник писателя, и вот, вот, на обложке. Думаю, вот, интересненько. А что это? Подожди, я не вижу, что это что-то. Видно, нет. А что это за плюч какой-то? Православный крест, открытый лозой виноградный. Лоза виноградные, да? И на первой странице, сейчас я тебя просто прочитаю, насколько удивительно, да, я не знаю, Бог дает иногда такие чудеса, которые меня укрепляют, как бетон имбелы. Вот, смотри. В общем, за десятилетия до 20 века Достоевский предсказывает грядущие революции и указывает на источник их. Это бунт антихриста против Христа, дьявола и его слух иудеев против Бога. Социализм и капитализм – выражение общего иудейско-сатанинского идеала, замаскированных лукавством дьявола, искушавшего в пустыне Христа. Бунт начинается с атеизма и грабежа всех богатств. Начнут разлагать религию, разрушать храмы, превращать их в казармы, стойла, зальют мир кровью и потом сами испугаются. Евреи сгубят Россию и станут во главе анархии. Жит и его кагал – это заговор против русских. Предвидится страшная, колоссальная, стихийная революция, которая потрясет все царства мира с изменением лика мира сего, но для этого потребуется 100 миллионов голов. Весь мир будет залит реками крови. И в конце написано – после 1917 года за чтение этой книги расстреливали. На многие десятилетия она была запрещена. И до сих пор они не наешь, они ничего. То есть Достоевский какой-то дневник писателя и не слышал никто. Вот я столько людей спрашиваю начитанных, никто не знает. Ну, конечно, в душах людей. Я вот общался с одной женщиной, она говорит, что Достоевский, да он игрок, он развратник, все такое. Понимаешь, что у людей складывается такой образ. А человек реально отдавался, он полностью отдавался Богу. Представь вот такие, написать такие романы, такие вещи. Его читает весь мир вообще, его знают везде, в любой стране абсолютно. О, Россия, Достоевский. Ассоциация Россия, Достоевский, да? Ботка и Достоевский. Слава Богу, что Достоевский. Повторяется вообще идентичная история, абсолютно. Нам вот сейчас смотреть, что будет происходить, да? Сто лет назад, которую историю, и того же Достоевского, читая, смотри, да? Возьми вот этот, ну, я не знаю, что тебе удобнее почитать, возьми прям первым начни читать, или смотреть этот самый Бесы, роман. То есть, есть новый, новый фильм, Бесы. Я купил книгу, я вот сейчас начинаю, где-то, может, сейчас на днях начну читать. Ты увидишь там прям сегодняшнюю, нынешнюю Россию. Ну, еще, брат, главное нам на месте не сидеть, делать дело, делать, 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 делать. Ну, делать, опять же, его надо тоже это, делать как-то грамотно, чтобы не оступиться. По воле кожи, только воля, только молитва, только грамотно, грамотно, конечно. Знаешь, мне вот все националисты, мои там друзья, вот эти, знаешь, православные националисты, многие меня в друзья добавляют, там, московские, там, всякие разные, серьезные, там, ребята. И они все ненавидят Путина, вообще. Все ненавидят. И я все время стараюсь как-то, по отношению к Путина, ну, как-то немножечко донести, потому что, ну, я знаю, что он, ну, нормально. И мне как-то, почему-то, мне очень хочется его поддержать сильной, сильной, сильной командой, сильной, такой, сильной чистотой душ, именно православных, чтобы он, наконец-то, увидел, что не сухая политика делает истинным государством. А единство народа достойного. Что, наконец-то, есть возможность, да, все это. Эта тема, вот, одна из первейших, я не знаю, она, может быть, даже самая первая тема. Вот именно надо вот этот вопрос и поднимать в поддержку его. И его это вина. Вот. И мы заслуживаем того президента, какого заслуживаем. Госструктура, как только ты говоришь, что о духовном с людьми пообщаться, просто собраться и немножко поговорить, как конференция, пообщаться. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. То есть все вообще, не, нам не пропустят, о, не, это запрещено, это нельзя. Понимаешь, вообще, на всех уровнях. Я знаю, сейчас даже в этих, я с священником с вами разговаривал, он говорит, предупреждают, и попов всех предупреждают, чтобы не вели никаких диалогов, знаешь, ну, так мне на камеру никуда ничего не говорили, потому что этот экстремизм сейчас пресекается вообще, ну, боец революции со всех сторон. То есть такой свободы нет уже. Поэтому, если мы сейчас выберем именно вот эту пропутинскую позицию правильную, у нас ни одна организация не сможет ни за что привлечь. Мы, по сути, мы поддержим их вам. Может, даже если Путин в итоге рассмотрит нас в какую-нибудь серьезную структуру, наберем когда силу, может, даже и какие-нибудь гранты получим на развитие. То есть смотрит, поддержите, ребят, почему нет. Давайте офисы пускай открывают, отделение, пускай партию организовывают. Чтобы сегодня партию открыть, и в ней должно быть заинтересовано государство. То есть во всех партиях, которые сегодня есть, в них заинтересовано государство. В некоторых, как в небольшой слабой оппозиции. Потому что какие партии сегодня разрешают открывать? Партия, к примеру, кедры России. Представляешь, есть такая партия. Звенящие кедры. Ну, что это за партия? В ней 500 человек состоит. Она интересна, потому что она слаба, она силы оппозиционные не составит. То есть ее разрешают. Но когда появится организация, которая может защитить Россию, вот тогда само государство, может быть, само правительство предложит нам создать партию. Вот только так можно. По-другому никак. То есть можно и так для начала сделать. Но надо создавать какие-то общественные резонансы. Организовать какой-нибудь фонд. Ну, допустим, сейчас детей много, ну, таких вот, с раком крови. Ну, да, сегодня, знаешь, с фондами, опять же, я занимался тоже благотворительностью. 99,5% фондов открываются людьми недобросовестными. И сейчас только ты лезешь в эту область, тебя сразу же начинают. Я в Норильске открыл организацию тоже. Мы начали собирать деньги, мы собрали денег на детский дом, там, спортзалы им отстроили. В итоге мэр города взял, созвал собрание депутатов, пригласил директора детского дома и говорит, я усматриваю здесь элемент мошенничества. Я не знаю, где он, что он, но я его усматриваю. И в итоге директора детского дома уволили через три недели с работы. Показали все это по телеку. Мы потом предприниматели, которые участвовали во всей этой благотворительной акции, я написал заявление, мы все объявили голодовку всегородскую. Полностью, представляешь, написали на имя министра внутренних дел Красноярского края, отказались от еды. Это был резонанс. К нам поставили полицию возле офиса, поставили скорую помощь, там, круглые сутки. В итоге ко мне пришел доверенное лицо от мэра, начальник службы его безопасности. Стал меня убеждать в том, что Александр, отмени, потому что это же вообще... Я говорю, вы официально по телеку скажите, чтобы вы идиотизм объявили. Что это за такое? Я говорю, мы реально делали дело, а вы нас объявили каким-то негодяем. Что-то я сегодня вообще такой уставший. Лег спать в пять утра почти и проснулся в девять. Весь день сегодня, наверное, надях, немножко вообще такой, прям уже в таком состоянии анапиоз. Ну, ты сам запрягся в воздух эту, взявшись за плуг назад, не оглядываясь, да? Я сегодня смотрю эту новую икону, что ты прислал. Ну и так вот, хочу спросить для начала, да, вот к Писанию цветовым вообще, вот как относятся вот эти расположения к Слову Божию, как вот ты доверяешь Ему, основательно доверяешь Ему? Конечно. То есть от первой буквы до последней, да? Да. Ты смотри, вот икона, что значит икона эта? Ты вот, ты для себя как, ну, понял ее? Вообще, это, ну, для меня эта икона направляющая Богородица, то есть она направляет, то есть у нее есть, я посмотрел жест, который направляет, направляющая или как, или как это слово называется, потом плачущая, потом после того, как мне приснилась Богородица и дала мне почитать именно вот дневник писателя о России, о том, что сзади крест, на нем меч все-таки, понимаешь, и, ну, это говорит о том, что Россия нуждается сегодня в спасении, народ россирусский нуждается в спасении, я вижу в этом это, но тем более я люблю вообще Богородицу, и никакая бы ни была икона, я ее не люблю в этом, да. Вот, смотри, суть в чем, суть в том, что мы должны рассматривать, опять же, во свете Писания, то есть что нам об этом говорит Священное Писание, да? Вот ты не зря обращаешь внимание на тот меч на кресте, это основополагающее, то есть плач Богородицы о чем? То есть она изначально, она изначально знала, ей сказали ангелы и сын, и уже потом в дальнейшем Христос, он сказал свою цель пребывания, да, на земле, что он пришел в мир в этот, чтобы умереть. И вот что нам Евангелие от Матфея говорит, когда уже на горной проповеди Христос выступал, он говорит, не думайте, что я пришел принести в мир, ну, пришел принести мир на землю, да? Не мир, говорит, пришел я принести, но меч. Поэтому на кресте изображен меч. Что значит меч? Есть такие тоже в Писаниях, ну, до Новозаветника, есть в Писании, что Господь, карающая длань Господня, рука Господня, да, то есть Господь идет с мечом, чтобы покарать народы, ну, неверные народы мы видим в ветхом, да, видите, как он карал эти народы. Речь о том, что нам сегодня никак нельзя, нам нужно как можно дольше сохранить на пасу вот этого Путина. Бессмерт, посмотри, он восстал, он восстал против него, но он делать ничего не может, потому что именно это и есть тот удерживающий, они не могут ничего сделать, посмотри. Такого, когда это такое было, да, ну, любой президент, вот мы видим на примерах Желтой революции, да, они докатили, они тут же смещают, в одном мгновении смещают президента, допустим, тот же Чиушеску, да, сегодня он там, ну, ты тоже где-то говорил, сегодня он там в рейтинге, а завтра все его уничтожили, то есть, понимаешь, а с Путиным что происходит? Истинные крестьяне, которых, ну, у которых единицы, ты сам знаешь, они вот в этом, как говорится, обществе, понимаешь, ну, люди кажутся, вот, вроде, они, да, горящими, а это, знаешь, какие люди, это люди теплоохладные, это мертвые люди. Я последние несколько лет вижу сны, я поначалу не понимал, что это, что это, что это за безобразие вообще. Мне снятся мертвые люди, которые сегодня, они живые, вот, друзья мои в прошлом, которые я вот, вот, вчера или три дня назад вижу, да, они мертвые, понимаешь, они, я захожу, они лежат в гробах, все, я понимаю, что они живые, а тут же они встают из гробов, ну, гроб, вот, как бы их обиталище, они вот там живут, а как они встают из них и ходят, тут на лицах у них, они мертвые, такая маска, знаешь, они вот такие вот, кожа синяя у них, они сейчас живые, но они мертвые. Да, мы можем нанести какой-то грим на них, да, мы можем там с помощью туши там какого-то грима, я не знаю, сделать из них лица живые, но они, по сути, мертвецы. Ну, посмотри, вот сегодня они вот поддерживают тебя, ну, конечно, им нравится твое горение, они приходят, понимаешь, они приходят, чтобы посмотреть на тебя, вот, подпитаться твоим, твоим вот этим горением, потому что уже люди устали, действительно, они не могут, они просто опустошены, а тот огонь, который в тебе, да, им это нравится, они хотят так гореть. Ну, ты попробуй, испытай хотя бы одного, ну, как испытать для этого? Нужно время, два-три года, да. Рядом с тобой есть люди, которые испытаны временем. Вот смотри, рядом с Господом были двенадцать апостолов, да, вот, но один был предатель. Сегодня такие времена, что с тобой будут двенадцать, и одиннадцать из них будут предателями. Один всего лишь будет истинным. Как бы, как бы ты ни собирал, как бы ты ни устраивал, сегодня не угодно это Господу, потому что Господь идет пожать жатву. Он будет все эти вот образования, все эти, он будет разметать все по сторонам, потому что это мешает жатве, потому что мертвецы принимают на себя образ горячих, то есть холодные принимают образ горячих, и как бы они становятся такие теплокладные, то есть вот теплокладные, как сказано в Писании, ну, если бы был ты холоден или горячий, ну, как ты теплый зверь на тебя, вот, потому что теплые, они совершенно не угодны Господу, потому что непонятно, что с ними делать, они вот надевают маски на себя такие, да, маски христианского, я христиан, и там все. Вот смотри, допустим, на контингент слушателей, да, вот слушают тебя в основном, ну, подросткового возраста, в принципе, и те люди, которые сегодня ищут, да, путей, путей ищут. Ну и я тоже много говорю с подростками, да, их вера, как и они научены, на чём? Научены на телепередачах, на интернет-передачах вот этих, у них веры-то Христовой нету, у них понимания жертвы Христовой нету, у них всё как-то переплетено, перепутано, знаешь, где Христос, там, летающие тарелки, там, инопланетяне, там, расы какие-то, что Христос какие-то измерения, там, а чистого Христа ты не найдёшь нигде. Вот попробуй поговорить с ними, да, они же все испорченные абсолютно. Вот опять же ты говоришь о старцах, да, вот старцы говорят так, одни старцы говорят так, другие так говорят. Вот ты посмотри, что за старцы, да? Во-первых, это старцы, не признанные церковью, то есть это не святыни. Они могут быть и святыни, они могут быть у Господа, видишь, но церковь до сих пор их не признала. Вот, то есть внимать вот этим старцам можно, так же, как и в Англии, там, и на Страдамусу. То есть это с большой осторожностью, надо всё сверять абсолютно со Словом Божьим, со Священным Писанием. Вот, то есть что нам говорит по этому поводу Господь? Допустим, относительно, опять же, мировой политики возьмём. Вот сегодня государство христианское, что значит собрать людей, да, собрать целую страну? Это невозможно. Нас слишком мало. Если взять демографически, сегодня пусть 140 миллионов, хотя, я думаю, у нас гораздо меньше, потому что по подсчётам столов паспортных, да, паспортных данных, гораздо меньше населения. Ну, пусть 140 миллионов, но смотри, по соотношению уже 30, более 30 процентов мусульман, представляешь, вот в России. И 57 миллионов, пускай, да, возьмём такую группу, это люди, это, у которых разная вера. Вот опять же, обращаясь к Писанию, когда Господь говорит, когда приду, найду ли веру на земле? Вот, то есть Он, когда придёт, у всех людей будет разная вера абсолютно. Ну, разная, в чём разная? Да, они верят Твоиста, они называться будут христианами. Веры Христовой, веры истинной в них не будет. Вот. И суть этого всего в чём заключается? Да, пусть, может быть, у нас получится сделать, собрать людей, может быть, научить их. Получится как-то. Но смотри, опять же, обращаемся к Писанию ангелы о печати, опять же, последней печати о ветра, чтобы не нули ветры. Вода уходит в землю, уходит совершенно в недру, недосягаемые, да. Не возьмём африканские страны, более миллиарда населения, да. У этих людей уже нет воды совершенно, питьевые. Они люди, не такие же. Там, кстати, очень много христиан, побольше, чем в России, гораздо больше. Вот. И Господь тоже о них смотрит, как на детей своих. И посмотри, а что им делают? Они пьют воду из болота, да, они там как-то фильтруют её, а и в болотах вода уже кончается. То есть этим людям нечего пить. Понимаешь, им нужно выдвигаться, этот миллиард будет выдвигаться куда-то. А куда он будет выдвигаться? А на места водопоя, где есть ещё вода? А где есть ещё вода? Вот она, вот она, Россия, матушка наша. Возьмём Китай теперь. Там ещё не такой кризис с водой, но он буквально из года в год вот, он обозначится очень ярко. То есть этим людям нужна будет вода. То есть что мы видим? На земле сегодня не кризис там топливный какой-то, не кризис едой, а кризис воды оказывается на первом месте. Что вода-то выше золота получается. Вот. И все люди-то пойдут. Вот. В Библии-то говорится о массовом перенаселении, переселении народов. Это о народе Бога и Магога. Да. Вот. Это и есть вот эти глобальные переселения. С любой стороны, загляни, у нас нет шансов никаких на существование. Мы слишком слабы. И знаешь, как вот, в чём позицию? Позиция твоя, я вот знаешь, смотрю, как ты вот начал, как ты начал красиво вот это всё, ну, от духа, вот, от духа, да, именно. Дух через тебя начал говорить, насколько проснуться нужно людям и вернуться в истинную веру, в истинную веру православную. Понимаешь, вот только тогда увидит, когда Господь увидит горящих людей, тогда Он сам возьмёт и их и соберёт. Вот. Но Он не станет собирать теплоохладно. Я, я не знаю, как ты, ты услышишь меня, не услышишь. Это не, знаешь, это не призыв остановить тебя. Вот. Ты делай то, что делаешь. Я не знаю, это Господь будет уже разбираться. Вот. Я не имею права. Ну, это моё видение. Вот. Понимаешь, здесь как бы это ни звучало, сегодня и твоё видение полностью право, правильное, и моё видение сегодня полностью право. То есть, вот так вот бывает в духовном мире, когда два видения, причём они могут быть полностью противоположны друг другу, но они оба правильные. просто у нас в обоих в духе открыто, причём одно и то же открыто, но немножечко с двух разных сторон. Я тебе вот скиднул сейчас кое-что. Смотри, мне сейчас вот написали икону, я посмотрел. Видишь, да? Сейчас, секунду, я открою. Первый раз вижу такие иконы. Необыкновенные просто. А, вот, да, петушок. Видишь, там слева петушок на иконке, наверное. Видишь? На одной иконке петушок, а на второй петушок. Слева, наверху. Сейчас, секунду, я ещё пока не открыл. У меня тоже есть этот петушок наверху. Да, это она и есть, эта иконка. И внизу, видишь, вот белая, белая, это столик стоит. На второй иконке, видишь, белая внизу прочерк такой? Белая линия, на ней рука отрубленная, да, или что это? Три чашки. Это белая линия, ты знаешь, что означает? Это те инструменты, которым был подвергнут Господь. Вот смотри, там нарисована плеть, которой его истязали. Молоток, которым его прибивали. Потом венец, вот он его изображён с питью гвоздями. Вот изображены клещи, из которых, которыми вытаскивали эти гвозди. Вот изображён слева красный, это его, как в писании сказано, разрывали мой хитон, да, вот когда эти сидели. Вот, это вот как раз это изображение казни. И вот у меня на этой иконке вот наверху тоже слева петушок есть там. И внизу тоже вот эта вот белая линия, на ней там тоже что-то изображено, но оно уже старое. Оно уже, ну там немножечко не видно. Ещё, брат, ну я не знаю, первый раз такую икону, конечно, вижу. Вот смотри, кто, вот изображение, изображение петуха. Что значит петуха? Это апостол Пётр, он Петру сказал, говорит, не пропоёт трижды петух, как ты предашь меня. Угу. Вот. То есть это и это объяснение. Угу. Вот потом, вот у нас справа изображена гробница и лежит его пеленный, его, ну вот плащаница сегодня, которая в Турине выставлена. То есть это гроб, вот, и справа видишь, да? Угу. И плащаница. Ну или здесь изображена вся казнь, в общем. Вот, а справа и слева вверх в углах изображена Солнце и Луна. То есть это предназначение трёх дней и ночей, что он пролежал во гробе. Мы сегодня должны вступать в роли Иоанна Крестителя, который вышел и кричал, покайтесь. В последние времена исправьте пути Господу. Сейчас те же самые времена. Христос идёт второе пришествие Господней. Господь опять грядёт. Представляешь, как тогда он шёл Господь, как и сегодня, те же времена. И народ единственный призывает к покаянию. Если народ станет каяться, Господь его определит, куда ему нужно. Он его облечёт в одежде праведности, назовёт своими Господь и объединит тогда. А чё толк Ане? Ане не капущие совершенно. Не смотрят вот эти телевизоры, которые совмещают вот эти веру телевизионную с верой крестовой. По сути, химера такая, знаешь, получается. А Господу это не угодно. А для чего, допустим, если ты хочешь проповедовать, для чего нужны залы? Возьмём, ну, историю крестьянскую. Знаешь, проповедник выходил на площадь, проповедовал, вокруг него Господь собирал людей. Вот, то есть, как всегда во все времена. Видишь, а залы уже они предполагают в себе как бы зрелище. А именно площадь – это то, где будет сам Господь собирать уже людей. То есть, он уже подготовит человека, он его направит уже послезавтра, ему даст мысль, что надо зайти в тот магазин что-то посмотреть. Он обязательно приведёт этого человека послушать тебя. Именно ты будешь этим собирать людей, которые будут уже от Бога. Понимаешь, они придут поглазеть на тебя и посмотреть вот на твою вот эту эмоциональность. Люди смотрят, я вижу, как им впечатляет, знаешь. Ну, твоя внешность нравится людям. А в основном это женщины, знаешь. У нас должны быть вот те же чувствования, что во Христе Иисусе, да. Вот, посмотри, как Христос шёл, да. Нам же показано вот это, как апостолы выходили. Причём, есть наставление, как идти на проповедь, да. Это вот именно... Они шли именно под благословением Господним. То есть, Господь их на это благословлял. Они не брали двух одежд, не брали, что есть пить с собой. Вот. Они брали единственный посох там, чтобы собак отгонять. Но вот сейчас собаку реально не надо отгонять. То есть, вот, идёшь и даже не знаешь, в каком месте ты пристанешь. Да, думал, и так-то есть такое тоже желание. Думал взять динамикой помощнее. Нормальный генератор купить. И прямо посреди улицы. Знаешь, просто, как бы, может быть так и легче, с одной стороны. Можно без проблем заявление написать во всей администрации города, то, что такого-то числа пройдёт там одиночный, там, митинг, там, или пикет, или какой-нибудь духовный протест, не знаю, или ещё что-то. То есть, те не имеют права отказать. То есть, единственное, что они могут отказать, это в месте проведения. То есть, то место, которое ты выберешь, они могут не удовлетворить. Поэтому, знаешь, я в Норильске как-то пытался тоже подписать заявление, но немножко по-другим как бы причинам у нас там должен был состояться митинг относительно, там, детских домов. И администрация говорит, да-да, мы же вам не имеем права отказать. И выделили нам улицу лауреатов. А эта улица у нас находится на помойке за городом. То есть, как бы, а если ты придёшь без спроса, то тебя имеют право посадить в тюрьму. Потому что у нас сейчас есть такой закон. Незаконная память, незаконные митинги. Ну вот, видишь, а вот мы идём уже, мы уже выбираем не путь Христов, а выбираем уже путь мира, да. Мы уже подстраиваемся под мир. Видишь, а Господу это не угодно. Господь уже тогда не будет благословлять. Вот они, знаешь, много, я не знаю, вот как-то, ну, происходит вот такое объединение, как-то в духе. Знаешь, люди, очень много людей обращаются, вот, которые от тебя приходят, они ко мне обращаются. Вот. И я вижу намерение этих людей. Ну, то есть, они не с той стороны подходят, понимаешь, они видят тебя. Вот, ну, они, знаешь, это как у кого, у Лавкина, по-моему, он проповедовал раз в автобусе, да, а к нему один подходит мужик и говорит, я верю, что ты веришь, понимаешь. Он говорит, я не верю, что ты говоришь, но я верю, что ты веришь. Вот настолько вот он откровенный, настолько вот открыто, искренне он говорит. Вот и с тобой происходит нечто тоже. То есть, люди верят не в Бога, понимаешь, а в тебя верят, что ты веришь. Вот. А это притыкание, это, понимаешь, это называется беседа с мертвецами. То есть, как их можно оживлять? Оживляет их только Слово Божие, потому что оно живо и действенное. Вот больной лежит, туберкулезник там какой-нибудь умирающему, молочко сначала кипячененькое по ложечке, потом начинают размачивать хлеб в молоке, потом то, вот так вот преподается Слово Божие. А вот через это они, они никак совершенно. Просто, брат, я знаю, что такое проповедь на улице. Сегодня такой мир, что он, даже люди, которые верующие, они будут проходить мимо и лучше они сделают вид типа ха-ха. Типа они тоже такие же, как все, типа тебя не понимают, за дурачка принимают. Понимаешь, людям надо дать возможность, мне, по-моему, мне так кажется, возможность услышать там, где все будут единомышленники, где они будут виска крутить, знаешь, где не будет тех самых там, как сказал Иисус, да, свиней, перед которыми не стоит разбрасывать джемчуг. Просто хочется дать людям возможность, понимаешь, вот я ездил тогда в Москву, помню, вот, ну, уже достаточно давно. Людей пришло очень много, реально очень много. И, понимаешь, тот человек, даже который на улице в тебя плюнет, он уже туда придет и будет сидеть такой же, как все. Понимаешь, толпа, она зависима от толпы. То есть, на улице людям стыдно сказать, что ты верующий в церкви, им стыдно сказать, что он неверующий. То есть, причем, полный парадокс, полные противоположности, но они могут быть стыдными человеку буквально через 10 минут. Причем, сейчас ему стыдно верить, а через 10 минут стыдно не верить. Поэтому мне кажется, человеку сейчас дать возможность, именно пускай они хотят зрелищ, пускай они что-то хотят. Мы со всеми должны, по-моему, сделать со всем, чтобы помочь людям. Конечно, можно сейчас выйти на улицу, взять, поставить динамики, будут стоять парни, стоять курить, на тебя смотреть какие-нибудь там с пивком. Даже динамики не надо. Зачем динамики и голоса одного достаточно? Зачем? Без всего, без всякого подготовки, антуража. Зачем это? А вот смотри, ты говоришь, придут. Ну, понимаешь, придут в этот зал те, которые тебя уже слышали. Что ты им можешь нового сказать? Ну, брат, не всегда. Я думаю, знаешь, по Воронежу сейчас зал достаточно большой, но все равно 500 человек это не так уж и много. Но хочу рекламу дать хорошую. По Воронежу. Ну, хотя бы тысяч на 30, на 40 рублей информацию раскидать. Такую достаточно серьезную. Именно о смерти. Что за грани жизни. Чтобы пришли и те, кто интересуется, знаешь. Тех, хотя бы интересующих. Тех, кто эзотерикой, там еще чем-то. Чтобы люди поняли, что их путь туда, где они ищут ответы, он неверный. Чтобы они наконец-то поняли, что есть живое слово, живая вера, живой Бог. Вот опять же направление, ты видишь, вот сверяем всегда со Словом Божьим, с направлением Господа. Мы даже цели, зачем мы себе такие цели ставим, что мы думаем, эти придут, эти не придут. Наша цель просто сеять и поливать. А Господь уже взращивает. То есть, мы не должны задуматься, какие люди придут. Зачем нам вообще об этом? И Господь приводит. А когда вот идет вот эта подготовка, то есть, ты же понимаешь, что это все опять же какое-то на уровне театра всего происходит. Я не знаю, мне вот это очень нравится, понимаешь. Я как бы, ну, посмотри, как апостол, правильно ты говоришь, я сейчас выйду на площадь там, где не положу. Конечно, тебя воронок посадят, конечно, в тюрьму. А как апостолов? Апостолов их сажали, понимаешь, а Господь их вызволял чудным образом. А их сажали, а они проповедовали охранникам тамошным, тюремщикам, а они обращались, понимаешь. То есть, пути Господни, они настолько неведомы нам, да. Но нам, что самое главное, нам главное встать на этот путь. Не выдумывать свои пути, а идти путями проложенными, путями древними, которыми ходили апостолы и отцы наши. Я только так вижу. Ну, правильно, брат, но, опять же, говоря о проповеди, просто о проповеди, качестве проповеди, тогда лучше поповедовать в интернете и делать все свои усилия на то, чтобы тебя услышали в интернете. Потому что оно, по большому счету, не имеет значения, где человек тебя услышал, на улице или в интернете. Конечно, конечно. А я тебе о чем говорю? А зачем? А зачем? Тебе достаточно людей смотрят в интернете. Здесь немножко второе. Я, брат, сейчас, я верю в эти два с половиной года. Я хочу организацию. Я хочу ее вывести из онлайн в мир. Понимаешь, именно для этого я хочу организовывать встречи. Для этого хочу сейчас не просто встречи, а каждые минимум пять дней посещать разные города. И как-то, чтобы кто-то… Ну, я думаю, Бог там подскажет. Я хочу вывести из онлайн сюда. Потому что я все равно человек знает, что это все где-то там в интернете, это где-то не в его жизни. А когда он на чуть-чуть коснется этим в своей жизни, все равно я, может быть, для некоторых людей сегодня подстал… Каждый меня по-разному видит. Может быть, при встрече реальный человек как-то, знаешь, что-то, знаешь, по-другому как-то ощутит. Может быть, утвердится в вере сильнее, не знаю. Но сейчас надо выводить… Мне легко в интернете проповедовать. Я могу сутками дети говорить. Потому что это мое сердце. Мне не надо читать, там, подготавливаться. Я просто беру и говорю. Но мне кажется, уже в интернете меня достаточно. Если я буду снимать те же ролики, но в залах, просто в залах, я думаю, это будет гораздо эффективнее. Это будет выходить чистота проповеди, чистота веры в мир, в реальный мир. И тогда люди, которые меня послушают, они могут выйти и проповедовать на улице, если им хочется. Потому что проповедь на улице на сегодняшний день, по большому счету, это просто ломание самого себя изнутри. То есть, сломать вот этот социальный протест вокруг, чтобы как-то стать ближе к людям. То есть, поэтому ты проповедуешь на улице. Хотя ты понимаешь, что проповедь на улице… Я вижу этих проповедников на улице в интернете, смотрю. Результата ноль. Результативность минимальная, потому что общество порицает их. И люди не могут на улице подойти и сказать, «Ой, брат, как я хочу познать Бога, расскажи мне». То есть, даже сам проповедник к этому не готов. То есть, он даже к этому не готов, что к нему так подойдут и скажут, «Ой, познакомь меня со Христом, я так хочу, можно к тебе в гости?» Он скажет, «Так, стоп». Вот на этом уже как-то так, секундочку. Понимаешь? Поэтому люди, те, которые проповедуют на улице, я заметил, они во многом все равно еще ломают себя. Потому что это очень серьезно. Это сложно внутри себя побороть вот эту неготовность свою, может стеснение какое-то, какую-то неуверенность. Давай, тогда, если уже ты говоришь о двух годах с половиной, давай вот так посмотрим, с какой стороны на эту тему. Мне, конечно, не хотелось бы, знаешь, говорить с тобой об этом, потому что я вижу твой настрой. Но я должен говорить, потому что я не хочу побуждать к этому. Ты говоришь, старцы говорят, да? Старцы говорят о приходе царя. А какие, старцы, вопрос. Ни один из этих старцев, он не канонизирован в церкви. Наоборот, канонизированные святые говорили, что народ русский примет антихриста. То есть это оптинские старцы. Игнатий Бринчанинов сказал, что народ русский примет антихриста. Все, кто говорят обратное, они вне канона церкви. Люди ждут чудес, понимаешь, которые принесет долгожданный царь, их царь. Они ему поклонятся. Ты сам подумай. Ты же общаешься, ты же видишь их сотнями, тысячами этих людей. Господь, да, сейчас ты прав в этом. Господь сейчас ставит народ перед выбором. То есть в Ветхом Завете есть такие случаи. Я не помню, где это конкретно. То есть когда Господь отменил свое проклятие, то есть Он проклял народ, да? А народ вышел и покаялся. И Господь раз и забрал это проклятие. Вот основной призыв к народу. Выйти на массовое покаяние. А чтобы выйти на массовое покаяние, нужна вера. Ну, настоящая истинная вера. А как ты можешь покаяться без веры? А в людях-то веры нет. Просто, знаешь, брат, я в себе ощущаю, что я не имею права с этим мириться. Я сегодня должен сделать все от меня зависящее, чтобы эти два с половиной года сконцентрировать настолько, чтобы уже потом, после этих двух с половиной лет, если все-таки произойдет именно так, если придет Антихрист, сказать, вот я сделал все, что мог. Вот я, как человек, как песчинка в этом океане, я постарался сделать все, что мог. Потому что, брат, я чувствую, что если я сейчас эти два года просто просижу у экрана, буду просто проповедовать и говорить, я потом буду чувствовать на себе не просто ответственность, я в аду буду гореть, только в состоянии своей собственной души. От того, что я не постарался помочь людям жить. Это не просто шестолит правший ад. Это люди, идущие в ад, реально, они идут в мир страданий. Я понимаю, у меня те же самые ощущения. Но тут вопрос, в чем, как преподносить, как нести проповедь, в чем она заключаться должна. Видишь, у тебя идет много концентрации вот на этих чудесах. Это там, скажут, те старцы, эти старцы. Там вот это, вот это произошло. Понимаешь? А мы должны подкрепляться Словом Божиим, через Слово Божиим. А потому что ты людей, наоборот, соблазняешь, вот через какие чудеса они соблазняются. Они ищут в этом свои интересы. Я вот наблюдал за перепиской, знаешь, там в этом идет переписка онлайн, да? Ты же почитай, что они там пишут. У них понимаешь, а там это кто сказал, а это как сказал, а там тут что чудо, а тут что эти старцы об этом говорят. Понимаешь, они же чудеса еще. Одни чудеса. А ты их как бы подкрепляешь вот в их чувствовании. Знаешь, брат, я еще один момент такой. И, конечно, к тебе, наверное, в гости тоже людей много приезжают. Но ко мне люди приезжают вообще отовсюду, уже со всего мира. Реально едут лично ко мне. Имеют какое-то свое, может, представление обо мне. Но, знаешь, когда общаюсь с людьми, которые вот реально едут, которые вот такие вот, знаешь, братья такие необыкновенные, такие сестры во христе, я через них как-то, знаешь, я чувствую, ну, по крайней мере, я чувствую этот мир. Понимаешь, я чувствую людей, я вижу их реально, потому что все-таки интернет, тем более, когда ты не видишь ни одного человека. То есть, вот сейчас мы с тобой вдвоем говорим, как-то так легко, знаешь. А когда ты проповедуешь и никого не видишь, можно сказать, ты сам с собой разговариваешь. Знаешь, мне, не знаю, я просто чувствую, что когда я начну проповедовать людям, реально, там, сотням людей в реальности, то есть, людям, которые будут нуждаться и будут приходить именно вот ко мне, то тогда Господь даст мне вообще такое слово, которое меня самому, может быть, еще изменит необыкновенно, то есть, которого я жду, брат. То есть, я знаю, что так и будет, потому что, ну, я, если честно, я не готовлюсь ни к одной проповеди никогда, и я думаю, не буду готовиться. Я просто иду сердцем со своим, что мне его готовить? Какое есть такое? Тут никто не против проповеди. Я, послушай, о чем говорю, не, ну, надежда их, в общем, не оправдывает, понимаешь? То есть, каждый раз большинство из них, ну, приходя на твои эти ролики, да, онлайн, вот, они ждут опять каких-то чудес, что ты скажешь о каких-то чудесах. Не оправдывает бы их, надежда вот этих вот. Наоборот, говори, что через чудеса я вот тоже в последнее время стал этому больше внимания уделить. Мне тоже со всего мира откуда только не шьют. Всякие там масла какие-то, тряпочки, всякие баночки какие-то, знаешь, вот, открыточки какие-то, где-то там приложили, там это приложили. У них вера, вот, фотографии всякие, там какая-то засветка, знаешь, на этом, на, ну, картинке, все это уже придает этому значение, понимаешь? А это как раз и есть почва для антихриста. И когда мы людям подливаем вот это маслице в огонь, знаешь, вот опять же, вот эти чудеса, мы утверждаем их в их вот вере, вот в эти чудеса, они ждут чудес. Вот я тебе вот об этом, а проповедовать, конечно, нам молчать нельзя ни в коем разе, говорить и говорить день и ночь. Ну, опять же, брат, да, вот говоря о чудесах, ну, я же делюсь просто с людьми тем, что в моей жизни, по крайней мере, происходит. Бог дает их, дает. И я делюсь не для того, чтобы сказать, вот, мне чудо дано, а для того, потому что я знаю, как оно меня коснулось. Оно же не было мимолетным чудом, которое я не заметил. Это чудо, которое реально меня коснулось. То есть, которое дало мне жить. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я понимаю, что людей надо по-другому как-то, может быть, вести, но... А вспомни, что Христос говорил, которых исцелял, Он говорит, иди, только не говори никому. А для чего Он это говорил? Ты подумай, почему Он предупреждал не говорить никому о чудесах? А потому что Он именно вот остерегался вот этого чудотворения всего, что начнется... Начнется... Из этого рождаются секты, из этого происходят всякие толки, молвы. То есть, люди перетолковывают, рассказывают, прибавляют свое, понимаешь? Из этого целые басни и истории делаются, а это все не угодно, Господи. Вот это... Ой... Заехали куда-нибудь туда? Да, наверное, в тречикку заехали, да? В тречикку? В тречикку и барабан, что ж? Ну, что вы где вы обладели? Что там обладелись по кругу? Ну, ничего, нормально. Вам доехали. Я написал, большая тречика там. Уже все нашли. Слава Богу, уже все. Ну, нет, мы сначала приберем в Воронежу. Но не в прошлом году говорили, что не было большой тречики или тречики вообще в новой годы. Ага. То есть, ко мне и в прошлом году тоже в полтора часа четыре, наверное. Но не в прошлом году. Какие будут? Вот, расскази. Ага. Попробуемся. Деревна просто работают. Благословенными. Просто жить и смотреть нельзя. А хочется. Хотелось бы просто пожить, конечно. Чем дальше идем, тем больше понимаем, что невозможно так же. Всем плохо, а нам Бог мозги дал, нам будет хорошо. А остальным, чем без мозгов делать. Тем более, если жизнь такая сатанистая, и мозгов не было, а их не планируется, потому что делать в таком случае. Надо людям мозги вправлять. Чтобы это вправлять, надо что-то менять. А смотря на как жить-то, смотря на невозможно. Чем больше думаешь, они туда уходят мозги-то. Надо, как помнишь, это. И он кричал, исправьте свои пути, Господи. А сегодня пути, путь в чем? Господь говорит, уподобится Богу. Станьте совершенным, что все это за совершенство. Искать совершенство, Господи. А совершенство в том, чтобы не принадлежать миру этому. Мучиться, Господи, от Христа. Христианство вот такое. Когда ты понимаешь, что христианство – это кровь, это мученичество, это кожа сдираемая из тебя, то ты так не пока поведаешь. Ты не будешь так говорить. Потому что ты понимаешь, что до сегодняшнего дня до нас вера дошла только болью, мучениями крови. Только крови. Башничаем опять. Не было других вариантов. Я не молчу. Я и на тебя одно время говорил, опять же, с паспортами. Но я опять говорю, почему? Понимаешь, я вижу людей. Мне один в четыре часа утра звонит в прошлом году. И вот, а, жёг. Я говорю, а что вы не дождались? Утро в четыре ночи мне звонит. Походим, у нас нет интернета, и дети пока спят. У него четыре или пять родителей. Вот сожгли, посмотрели ролик Александра. С порта сожгли, уехали, продали квартиру. Не знаю, что теперь делать. Всё мечется. Всё. Он мечется. И опять, что, чего человеку, чего искать? Себя плотского. Убить себя плотского и всё. И отвернуть себе. Вот это вот, вот это вот единение. Вот нам там сегодня друг за дружку держаться, понимаешь. Те вот, которые мы собрались, вот, духовно про Христа, вот, как мог его. И посмотрели, Сатана по одному выдёргивает. А у него очень власть есть выдёргивать. Написано, когда на голову офис и залогу Господь, это уже откровение сказано, что он даст ему власть на малое время. Вот, пожалуйста, его всю власть дана. И как-то по плоти выступать против него. Знаешь, как прийти, вот, допустим, сегодня на вражду с миром, на любую вообще противостоять, вот, законным или чем-то, это невозможно. Это Сатана сам противостоит. Ему Бог дал власть. А если Бог даёт власть, то он, власть его безгранична. Но есть таможки изграницы, но по миру безграничному он может делать всё. И написано, что даже избранных соблазит. ПОДПУТИТ РАБАЛЬНОЕ ПОДПУТИТ ПОДПУТИТ Не, не, я попробую. Работает? Работает. Иди, поди. Хорош, хорош, хорош. Иди Есть еще? Здесь что?